Добрый день! Мурае. Можно писать с двумя «р», можно с одной. И так, и так правильно. Вообще симпатичное деревце и очень ароматное. Аромат исходит и от цветов, и от листьев. Можно вырастить в виде бонсая. Очень красиво получается тоже. Если есть желание выращивать в своей квартире экзотический цветок, носящий в жилище красоту и изящество, и при этом не требующий особого ухода, так это, конечно же, мурае. Для любителей настоящей красоты это деревце высотой до полутора метров непременно займет свое почетное место в их коллекции. Оно прекрасно цветет белоснежными цветами, после чего на нем появляются красивые ягоды, и, наконец, оно имеет красивую листву. Это растение поселилось в наших квартирах вместе с множеством легенд, особенно древнекитайских, которые утверждали, что это дерево охранялось подобно великим императорам. Легенды рассказывают, что оно способно излечивать от многих тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Достаточно было вдыхать ее нежный аромат, прикасаться к ее лепесткам и выпить чаю с настоем ее листьев. Очень важно знать, как ее вырастить в домашних условиях и как за ней ухаживать, чтобы наслаждаться ее ароматом, подобно древнекитайским императорам. Мурая – это небольшое дерево, способное вырасти до полутора метров и имеющее серо-белую или бело-желтую кору. На этом деревце растут перистые листья темного оттенка. Вся зеленая часть этого растения применяется в качестве приправы, и она является неотъемлемой частью знаменитого индийского блюда под названием карри. Как только мурая начинает свисти, то нельзя оторвать глаз от изумительных белых соцветий. После этого на дереве завязываются ягоды, похожие на боярышник. Плоды съедобны и имеют пикантный, нежно выраженный, сладковатый вкус. Мурая относится к семейству рутовых. Прижились в комнатных условиях всего два рода, которые практически не отличаются друг от друга. Это мурая экзотическая и мурая метельчатая. Вот это мурая экзотическая. А это мурая метельчатая. Это растение при правильном уходе может расти в домашних условиях достаточно долго. Ветки у мураи очень хрупкие, поэтому нуждаются в опоре. Взрослые растения имеют очень красивую развитую крону. После посадки растет она достаточно медленно. Пока корневая система не заполнит все пространство горшка, только после этого начинает формироваться надземная часть растения. Ежегодный прирост может достигать нескольких сантиметров. Мурая – это растение, которое любит воду в любых случаях, обильном при корневом поливе, опрыскивании, протирании листьев. Для нормального развития в период активного роста следует регулярно два раза в месяц подкармливать мураю. Мурая нуждается в ежегодных пересадках с хорошим дренажом. В летний период ее можно вынести на свежий воздух и определить тени какого-либо дерева. А в зимний период она хорошо себя чувствует на западном или восточном окне. Температурный режим в летнее время находится на уровне 20-25 градусов. Хорошо себя чувствует в тесном горшке. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok